Амгели от мути, 5 глава, 1 по 11 стих. Однажды, когда народ стеснился к нему, чтобы слушать Слово Божие, а он учил. И чем это закончилось? То, что открыло глубину, забрать его сеть, чудо и провозглашает их в отцами людей. Все понятно? И какой храме кажется нет? И сегодня вообще храма, подсвящая в данный момент, считается на литургии. Но нужно научиться ставить вопросы. Однажды, когда народ стеснился к нему, запитая, чтобы слушать Слово Божие, где, в какой храм сегодня пришли люди и тесняться, чтобы слушать Слово Божие, пришли отпеть, заказные молебны сделать, утешение может даже получить, встретиться с родственными, близкими людьми. Да и у нас, приходим по мрамору, каждая причина-то есть. Одно дело так надо, другое дело по уставу, иначе меня отлучат, хотя у нас есть дисциплина. А главное, эта побудительная причина должна быть одна, чтобы послушать Слово Божие. А что нам сегодня Господь скажет? Нет. Напоминаю, что когда Иоанн Златоуф говорил проповедь, написано, базары закрывались, судейские дела приостанавливались, и они понимают, как это, вот сегодня, что судья, подождите мне некогда, я в храм бегу, Никольский рядом, там надо покушать, высыпает отец такой-то. Вы тут как хотите, а я побежал. Заседатели бегут, спотыкаются, адвокаты побежали. Что, там проповедь сейчас будет говорить? Ну где, когда это было? А где-то считается, для чего, чтобы мы взяли это за себя. И нотарии, которые фиксировали во многих судебных заседаниях дела какие-то, они все стояли в храме. И заканчивая за то, что проповедь народ выходил, они тут же продавали сразу, сразу тиражирование шло. Ясно, что нотарий не мог записать, краписты тогда с ней были, такое-то название было. Вот еще кто-то вышли, сразу пленку Скорянов пространить, дать другим послушать, вот такое было желание, а того он разжег, а больше нигде не было. Нам даже удивительно, что Экин Зулс, договорить проповедь, не читать по бумажке, Златоуф первый был в то время, за пистолетия во всем мире, никто не знает. Уткнулся, может, он поводил, ну и все, дальше ничего не надо. А коснулась души, не коснулась. Нужна проповедь сегодня такая, которая достигла до глубины сердца, боли, чтобы человек понял, как же будет плохо без Бога, и как хорошо со Христом. Чтобы человек научился различать, что такое хорошо и что такое плохо, и чему Адам не научился. Вот этот первый урок, не пройденный Адам, мы должны пройти здесь, и выходя отсюда сказать, как хорошо, что я пришел в храм. Господи, как хорошо, что сегодня Слово Божие было, как хорошо, что у нас занятия еще будут. Укори себя, почему у тебя нет занятия, почему не идешь на Благовесие, сегодня воскресный день. Ну где в таком храме священники сегодня будут говорить, чтобы люди, дорогие, не ходите просто так землю топтать, но придите, пообедайте, и идите с братьями всем по домам, свидетельствуйте, видимо, время близко. Скоро все это изменится. Здесь другая нация, может, китайцы будут помочься. Вы же знаете, сколько миллионов гектаров, а отдали сейчас китайцам официально, лесом зарабатывают, все выводят. И вот ничего плохого не надо видеть. И привлекают их сюда, лучше, чтобы с женами, с детьми. То есть практически территория уже отходят. Почему? Да потому что нет никого, рожать не хотят. А если рождаются наркоманы, рано умирает, безумие одно идет. Надо думать об одном. Какие китайцы, приехав сюда, эти мусульмане, которые с нами встретятся, найдут ли они День Христа? Вот только один вопрос. А что, земля, сойдет? А почему должна нам такая земля идти, когда нам бесплатно принадлежит, Ермак захвачив, тут воевал, кровь проливал? Иначе бы нам негде положить. Мы не знаем про это. Мы знаем о том, что он ушел вниз Богом. Мы знаем, что захватываем с пролитьем крови. Земля тусует, потому что без Бога. А вот 33 глава, 4 стих. Я хочу пояснить, как слушать надо. Народ, ты слышал грозные слова Божии. И далее было сказано, чтобы они не надевали на себя украшений. Как раньше считал и не замечал. Почему? Это может превратиться в скорбь. Какие украшения? И в целом деле Господь скажет грозные слова, а ты по-праздничному приготовился на какие-то гулянки. Убойся. Бог говорит, горы дымятся. В курии 19, 3. Слушайте слово Господе цари израильские. Ну не только израильские. Цари мусульманские, цари славянские. Слушайте слово Господе. По радио передают печатают, опять встречаются. Там женщина-президент. Но нигде, ни разу мне не пришлось. Жизнь не умеет, чтобы собрали для того, чтобы прославить Бога. И сказали бы, мы знаем и Богу. Мы знаем его закон. У нас развал по тому, что мы не знаем Бога. Как бы людей так к Богу привести? Да за всех-то нам отвечать. Ну почему такое совещание, конференции такое не делать? И мы присваиваем Робинскую премию там в Швеции тому, который нашел наконец клическом сам людей. Как довести Слово Божие? Нет этого нигде. Все человеческое, временное, туманное, 7-минутное. Иеремия 23, 18. Господь спрашивает через Иеремия. Кто стоял в санюте Господне и видел и слышал Слово Его? Кто обнимал Слово Его и услышал? Кто? Этот вопрос ставится каждому человеку. Что ты скажешь? Вот вы даже сидите сюда. Да, я услышала Слово Господи. Я стала ходить на занятия. Нам много летит занятий по стране. Нам это попасть всегда задают. У вашего деревенька, там 15 дворов. А почему дальше-то не идет, если так все хорошо, не пьет, не курит, работы не делает, не матеряется? Ну что ж не жить-то? Не хотят люди. А многие ждали, потому что вы такую рекламу дали. Больше невозможно. А если вы раскатили кинопильмы и прочее, люди не хотят этого. А будут искать? В один момент Господь их всех переучит. А для чего тогда это? Для свидетельств, что можно делать. Говорят, еще нельзя сделать. Такое беда в стране. Можно. Вы показали, можно. Можно в православии навести порядок. Читать по-русски. Чтоб была пропасть. Чтоб свечи были чистые, лосковые. Чтоб не было продажи. Все, что вы написали в устав, нам говорили, вы никогда не выполните. А мы даже это не выполняем, а то самотеком идет. Настолько все естественно. Когда Богу доверяешься. И кто услышал слово Господи, мы, скажем, услышали. Я его услышал 27 сентября 1962 года. И вы можете сказать день, когда вы услышали, что не просто я какие-то слова услышал, я понял они Божьи слова, они с неба. Это послание Павла сделалось канонической книгой. Не просто письмо, а священной книгой. И не просто Павла, а словом самого Бога. И называется слово Божие. Мы-то, что говорим, сейчас не подходит под это определение. Наши слова, потому что увлекаемся привязанностью какой-то. А он написал то, что мы читаем и говорим, а это касается меня. Ведь ни два дня, ни три. Да кто же сегодня где будет считать труды правителей, которые были вот всего лишь 30-40 лет назад. А ведь как они гремели, как выступали, лысые, усатые, каких только не было. Ну-то сродых не было. Я в библиотеке спрашиваю, а какие дети можно достать? Какие? Я называю председателем, президиумом. Да нет, говорит. Официальные указания власти дали. Последующее. Все в мире меняется, а слово Божие пребывает вовек. Слушайте, цари! Вы хотите, чтобы ваше имя поминалось, как доброе? Слушайте, Господа. Больше ничего вам не надо. Слушайте и исполняйте. Однажды я читал про одного человека, а мне его сам лёг. Лископ описываю. И он всегда исполнял внутреннее правило. Да еще и канун считал. Министр. К нему на прием приходят самые высокие знатные. Сидят, они переживают, что делать-то. Да уже третий за первых он там считает. Дома, на производстве, в кабинете. Он считал кануны. Так он все делал канун Богородицы, или читать? Вот не знаю. Мы не молимся об одном, только чтобы он не считал. А он дела вел свои так, что как-то все поправлялось. Все лучше. Все не понимали, почему Бог дает ему таких хороших служащих. Оказывается, всем была тошнота. Он молится, всем надоедает, а не уходит. А которые боговольствуют, они приходят, прилепляются, за него хватаются. И все люди, да, люди приходят, с одним делом, с бумажкой, с жалобой. Когда отец крутил, я за рвам ушел и забыл, что у него в руках есть. Он на производстве молился полдня. Я тогда считал, что в первый раз показалось смешим. Пересчитываю. Да к тебе-то в детстве у меня стало, потому что не на работе, но дома. Постоянь пораньше. И ты иди, чтобы впереди все освещалось со Словом Господнем. И из Утебии. Тридцать и все. Очень внимательно. Послушайте, один стих. И как он нас извинять начнет. Я тебя поставил стражем Дону Израилеву. Ну, страж своей души, страж чревела своего, семьи своей. Мы все стражи. Мы все охранники. И что? И ты будешь слышать из уст моих и выразумлять их от меня. Больше ничего и не надо. То есть надо распечатать эти уши. Терешно человек может не слышать. Главное духовно. Терешно он может как погонение. Все слышать. А душой быть мертвым. Так сказал Господь и все задорвло. С кем разговариваете, вам прямой издовод из Библии. Вы еще не знаете, правильно или неправильно. Сразу с благоговением склоните глаза к Богу. Это мой Бог заговорил. Я узнал. Владыка заговорил. Тварь внимает. Я поставил тебя стражем. Ничего не надо толковать. Это я страж. И сразу смотри на чем? Над имением своим. Над разумом. Над совестью. Над близкими. Мы все стражи. А если я не страж? Кайного племя. Он мой разве сторож брату моему? Он как сразу определил? Он не сторож, а тот киллер. Он ее подкараволил, он его вызвал, пойдем в поле. Ты же не сказал, пойдем в поле. У меня там камень притряс, я тебе голову размажу. Ты же этого не сказал. О, каишь, что ты сделал? И перед Богом оговорка-то какая, совершенно пустяшная. Я не сторож. А ты сторож должен быть. Брат, ну где брат твой? Почему он не пришел? Вот потеряете там много людей. И тогда, ну, ой, я спрашиваю, а почему так он не пришел? А через дорогу лежит. Ну, а почему ты дежурный в деревне никому не зашел? Я когда дежурный, я всех осмотрю, кого нет, и к ним захожу. Что? Да у меня голова болит. А он все время головой мучается. Дорогая, а ты пирожками сейчас занимаешься. Вон пойдет. Вставай, милая, сходи в храм. Так дежурный, посекуренный, все, пришла, как надо. И выходит, ну, как голова, и голова как-то выше. У тебя дела не ладятся, но он, как-то, все, занадится. Времени хватит, иди в храм, но все время хватит. Ты будешь слушать Иисус Божий. И просто Библию считать. Так сказал Владыка. Расправь себя на это. И тогда будешь вразумлять, не потому что мне нравится, а от Бога. Так Бог сказал, этого нельзя делать. И маленьким детям это говорите. Так Владыка сказал. Так Бог велел. Вы тебя потеряете. Смотрю, родители отдельно, детьми не молятся. А дети ко мне прибегают. То мне яблочки там порвать надо. Они заходят, я на кресло выйду. Давайте помолимся сейчас так. Вижу, яблочки съели. А они пришли, целой толпой пришли, ну, самые маленькие. Так, а у кого нет трамп, посадил в яблосипед есть. Ты со мной сейчас в пак поедешь. Давайте помолимся, а вы остаетесь все здесь и молитесь. И вы пошли, там чуть не пол сумки, добрых яблок достали, и теперь их всех угощают. И ребенок, понимая, принесли. А они ждут, среди улиц и стоят, когда... Это мы не сами, это нам Бог послал. И мы нарвали. Для ребенка это урок. Что мы пошли, а они молились. И по молитве, и Бог дал, но дядь, но не было. Только вышли, сразу нашли. И мы все общипали и принесли. Это урок. Урок через чрево может быть. Ивангелие Аплотея 13, 12. А посеянный на камнях означает тех, кто слушает Слово Господне. И с радостью принимает его. Вот это мы с положениями дальше не было бы, когда у вас все хорошо. И с радостью принял, и уверовал, и ходил, и написал на своем обращении к Богу. А потом припекло и икони-то не было, но на корне глубоко запускать. Туда в юность, как было, Бог хранил. И в детстве, как трудно было, а Бог, что, защитил. А как верстовое поколение, как трудно было в войну, после войны. Корни туда глубже запустите. Это Господь. А сегодня начинает икону вокруг города Ленинграда, Москвы. Все это бреди. Какой-то Илья болился. Бог в разумении оказал. И Бог ждет покаяния. Не надо никуда отвлекать взор. Прямо, напрямую иди к Богу. Какая-то икона, обносили. Доносился бы с вами с иконами. Когда живых всех порубил, а с иконами доносился. Он Бог это все. Матфея 15, 12. Палифея, услышав Слово Господне, соблазнились. Когда мы слышим Слово Божие, все должно умолкнуть. Да будет воля Твоя. А ты сейчас слышишь, Господь, да не будь мне в этом соблазнен. Ты на меня не смотри. Потому что, ну и вид, тебя может смущать. Ты знаешь, обо мне плохое. И говоришь, вот он говорит, а сам-то не делает. Это тебе пользы не дать. Матфея, 19, 22. Услышав Слово Афии, он отошел с печалью этот юноша, которому сказывал, продай и раздай. Слово Божие принимать нужно с радостью. Даже веневное, грозное. Благодарю, что еще при жизни я услышал. Близко пришествие Господне. И вот будет же тот день, когда вдруг небеса раскроются, сойдет Господь. Какой страшный день, и мы это увидим. И гробы раскроются. Мировая история закончилась. Вся цивилизация прекратилась. Ничего, оказывается, не надо было. И переучить никого не надо. Убеждать не надо. Все на него увидели. Притом, мгновенно в человека будет положено Бог. Есть. Суд. Жил напрасно. И ты победишь в студии Твоем. А там мгновенное будет переучение. Сразу же. Вот как сейчас человек какого-то схватит, прямо на месте преступления, ему отвечать-то нечего. Марка 4.33. И таковыми многими притчами проповедовало на слово, сколько они могли слышать. Вы много проповедуете, я даже это слышал. Хорошо. Это сходится с тем, что было тогда. И много получалось притчами. А сколько они могли слышать. Да я уже устал, я забыл, что ты первое говорил. Может так, но не все с твоим разумом. У других разум молодой. И они еще нуждаются. Я говорю, ты еще бы говорил. Ты что просчитал из-за того, сколько могли слышать. Так неужели мера была такая. Или есть они захотели. А не вмещалось. Когда разум человека все время упражняется, там океан войдет. А когда ничего не занимается, только за холодильник от валюта телевизора. У него разум-то не больше бурдюга. Плюсовка, когда ведра и через край льется. Ты себя все время тренируй. А как? Сам ты замучиваешь на русском языке. Сам ты. Это очень хорошо развивает память. Как я считал, про одного, он говорит, с этим развил чудовищно память свою. Память. А иначе она спичет у тебя, как кирпич там будет. Евангелие от Луки 11, 28. Блаженно слышащее Слово Господне и исполняющее его. Люди приходили в храм, чтобы его слышать. А дальше налагается обязанность исполнить, пойти. Я это слышал. И записать обязательно. Вот здесь у меня было не по Слову Божию. Здесь я неосторожно вел себя. Вот здесь обязан пожертвовать. Подумал, а теперь вижу. Бог дал мне жилье для того, чтобы я его для Господа определил. Я для Бога оставил. И дал мне какое-то имение. Бог участник этого. И надо с ним делиться. С ним делиться. Почему, говорится, меня подали, меня навестили. Иоанн 14, 24. Ну, любим мы Бога или нет? Потому что это первая запасть. Любить Бога. Я это обращаю к хрустскому человеку. Тысячелетие крещения Руси. Неужели вот это слово никто не читал? Нелюбящий меня не соблюдает Слов моих. Но тот, кто любит Бога, может ли он спрятать слова Божие, не дать Евангелие? Как их соблюдать, если их не дали? Церкви-то не было, проповеди совершенно не было. Никак. А нужно это не просто проповедовать. Она воздействует. То есть, когда ты придешь домой, ты, дорогой, открой там, и ты посмотри там дальше, почитай. У него хвостов времени здесь нет. Не любящий меня не соблюдает Слов моих. Слова же, которые слышите, не есть мое Слово, но пославшего меня Отца Бога и Егоговы. А вы меня не служите, Господь обращается к евреям. Но мы скажем, мы в том числе. Как исполнить первую Божию заповедь, люди ближнего, если не любишь Слово Его? Какая прямая связь дается здесь? Иоанн 19,8. Пилат, услышав Слово, больше убоялся. Правители, чтобы, слушая Слово, Господние убоялись. И став себе вопрос. А я с кем разговариваю? С комом там? С правкомом? Кому я испугал Словом Божьем? Когда приходится говорить, то люди говорят, какая-то злая у вас вера. Нашего жили, ничего этого не было. Слышно, у вас то нельзя, это нельзя. Бог там наказывает. От этого не боится. Значит, Слово уже достигает. Ты умрешь, скажи, хватишь горя. Когда Бог отнимет жизнь, ты не пройдешь ни одного пытанства без Христа. Задумайся сегодня, пока не поздно. Устрашивай его, а энергным страхом спасайте. Иоанн 13,7. Какой-то был пролитик Сергий Павел, и он пожелал услышать Слова Божие. Так и написано. Что он из себя представлял? Но в Иоанн написано, что после встречи с ним, когда Бог с Елимом протерился, сам переменил имя на Павла. Его звать Сергий Павел, и он сразу начал называть Слава Павлом. И исследователи находят, что это связано с ним. Он поразил его. Павла, Слава. И он понял, вот этого мне не хватает, может быть. Может быть, так было. И он имя его принял на себя. Вот так объясняет Ифарар. Деяние 15-й сервис. Петр, Стас, сказал. Вы знаете, что Бог одни первых избрал меня. Но сейчас и боль может поп сказать архиерею. Бог избрал меня. Закроем и спросим Библию. Сказать, для чего я тебя избрал? Ну как, чтобы я полагал священников. Павлов. И значит сказать. Священника для чего? Кадином крутить. Отпевать покойников. Крестить. Петр знал, для чего Бог избрал. Для чего? Чтобы из уст моих язычники услышали Слово Евангелия и уверовали. Если у тебя избрание, на что-то. Ты скажи, все для того, я усваивался на эту работу, я следователем, компьютерщиком, для того, чтобы на работе услышали из уст твоих Слово Евангелия и уверовали. Бог дал тебе детей твоих для того, чтобы они из уст твоих услышали Слово Господне, Евангелие и уверовали. И дал тебе таких соседей, я опять повторяю, чтобы, а за что бы все это должно последовать. Непрерывно от этого чтобы и добавляй. Чтобы не было где. Я по тому учительнице где-то работаю, чтобы из уст моих услышали Слово Евангелие и уверовали. Ну вот цели я не знаю. Какие-то не увядицы, как у меня здесь во время летнего моего отсутствия, начислили 1200 рублей на наш телефон, знаете, где-то. Я потеряю, и когда еще услышал, сказал, я не знаю, из-за чего это, но что-то Бог хочет сказать. Какие-то люди должны мне ответиться. Помолитесь. И теперь уже могу точно сказать. По молитвам вашим Господь ответил. Навел страх на них, на этих людей. И они все деньги возвращают. А вначале разговаривать не хотели, даже угрожать не начали. Бог все делает по-другому. Я не знаю каким. До самых высоких начальников дошел, прокуратура, до генерала милиции, до городской администрации. И всем за свидетелей, что он огонь. И все с радостью угроз кушали. А если бы те-то не были обманщики, да деньги с нас не сняли, за услуги некие, чуть ли я не женщину тут вызывал, заказное там. Да хорошо, что это случилось. Еще далеко не ушло. А уже видно. Может быть, они еще разлетрают глаза. Так это не хочется. Пьеса дальше пойдет. Слава Христу. А вначале было печально. Думаешь, как же так. Я пешком хожу по пять остановок, по автобусу, чтобы шесть рублей снахомолить. И столько с меня сняли. Да как вы же имели право. Мойцы, это все новейческие грузятся. Я всем сразу объявил. Помолитесь. У меня смута в голове началась. Нехорошо мне. Что-то нехорошее сделал. Всем объявил. Я знаю, где помощь. Вы всегда обращайтесь к друзьям. Поэтому должна быть община. Должны быть друзья. Которые тебе на руках молитву понесут. А там уже Бог начал подготавливать. Но это еще сцена не кончилась. Не закрыта. Это еще не вечер. Потому что я письмо отправил начальнику милиции, генералу. Там разбор будет. Стрекционер здравоупрянница подключил к краевую прокуратуру. И мне уже они сказали, что они очень просчитались на вас. Вы уже завязли у них. И они со мной до того ласково начали говорить после этого. Я бы все сделала для вас, чтобы только я, владя, отстал и скрылся. Почему? Я понял. Молитва заработала. Все время надо убеждаться в этом. Я для того это все затеваю, чтобы люди услышали Слово Господне. Что мы и дальше повторяем. 1 Иоанна 2. Заповедь древняя. Есть слово, которое вы слышали от начала. Это древняя заповедь. Не новая какая, чтобы вы любили друг друга, распространял Евангелие. Кефесянам 1.13. В нем, во Христе и вы, услышав слово благорестнования вашего, уверовали. Ну кто может из священников сегодня это сказать? Вы, придя в храм, услышали слово благорестнования и уверовали. Слово уверовали у Павлошаных отсутствует. А я стал ходить, я привык, я узнал, воцерковился, обновился, прослезлился, замиротачился. У него все там будет, но только не то, что написано. Он от головы до башмаков, от потоши ноги до темени головы будет источать мира. Вот это не заповедь, как с этим миром гореть будет. Да без слова Божьего это все пустота. Это все дьявол может бочками на нас в свое мир облить. Он и свет делает, и благлухами, и житья святых не считал. Он все может делать, и Христа, и Божьей Матери. Единственное недоступим ему крест. Крест не может показать. Потому что у него страшится, и материалу нет. Если я там мировали, материалу на крест не может достать. Почему? Потому что любовь и смирение, а от этого этого слова терпить не могу. 1.2.13. Вы приняли от нас Слово Божие не как человеческое, но как воистину Слово Божие. И когда вы слышите это, скажите, это говорит не человек, а Бог. И разу когда сказали, что человек говорит Бог, а он это принял, Бог его поразил. А здесь наоборот он прославит. Что мы приняли не тебя как Бога, а Слово, которое из Библии, Павел говорит, вы приняли как от Бога, от самого. Вот это и нужно. Не от батюшки. И надо помнить, что если мы услышали, уверовали, это еще не конец. Надо все это растворить верою. Ибо Слово, слышанное имя, не принесло пользы. Ибо не было растворено верою. И об этом мы поможем, чтобы Бог растворил все слышанное и Слово Божие глубочайшей верою. И чтобы Слово это Божие мы понесли и для этого пришли сюда и теснились вокруг Христа, чтобы быть его истинными учениками обеислены.